Друзья, привет! У нас спонтанно получилось с сыном выехать в Башкирию. В течение недели мы собирались. Ночью всякие мысли приходят. То это забыл, то то забыл, то надо это взять. Покажу, что мы взяли. На эксплуатационный багажник лопатку. Там у нас палатки, стулья, запас горючий, запас воды. В багажнике у нас мы взяли одежду, потому что в дневное время 28, в ночное около 15. Будет холодно. Перед выездом всегда думаешь, а вдруг замерзнешь, а вдруг не замерзнешь. Поэтому теплые вещи обязательно, сапоги, потому что там дожди. Дрова, картошка, морковка. Короче, все, чтобы выжить нам в течение трех дней. Здесь у нас мы взяли консервы, тушеночку. На заднем ряду стол положили, спальные мешки, взяли матрасы на всякий случай. Сейчас мы едем на Юмагузинское водохранилище. Там встречаемся с товарищем. Будем снимать совместный ролик. Ведет YouTube-канал Денис Континент. Далее просто Денис. Он приедет на УАЗ Патриоте, на автомате. Тоже подготовленная техника. Никаких планов нету, где будем ночевать. Как все это будет происходить, мы тоже не знаем. Все у нас спонтанно. Поэтому садимся и вперед. Автомобиль у нас Нива 2131. Пятидверочка. Установлено два самоблока. Резина у нас МТ-резина. 215, 65 на 16. Сейчас мы едем с кондиционером. На улице 25 градусов. По трассе, в принципе, едем 90-100 км в час. На пятой передаче идет мобиль без напряга. В раздатке у нас установлено занижение. Перед поездкой отбалансировали колеса. Просто мы с сыном как бы сильно не торопимся. Поэтому есть возможность остановиться, ну и зайти посмотреть. И вот мед у них этого года, если взять липу, 2600. Если брать цветочный мед, 1900 за трехлитровую баночку. Гречки пока нету, еще не качали. Поэтому можно остановиться, вот приобрести вкусный мед и двигаться дальше. Проезжаем в тоже красивое место. Видно какое тут озеро или водохранилище. Но нам еще до места 150 км. На Юмагузинском водохранилище нам остается. Написано 11 км, 32 минуты. Асфальт заканчивается. А дальше поедем по полевой дороге. Было проехать через деревню. Но так как не знаем дорогу, поэтому двигаемся по навигатору. Ну и навигатор нас ведет по полевым дорогам. Смотрите какая зелень. Сколько зеленой травы. Музыка. 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 Я уже на пониженной еду. вот представляете как красиво и нужно было все таки ехать через деревню а не по навигатору сыном сидим и понимаем что мы заехали по навигатору ну в глухомань реально глухомань но дорога нам показывает прямо если мы сейчас не доедем придется нам разворачиваться ехать через деревню но навигаторы говорят давай брат вперед езжай вот когда не знаешь дорогу приходится вот используют от этой вещи значит наверно мы на верном пути так едем одни не дай бог что случится связи вообще 0 башкирии вот уже чек прошел едем фиг его знает где все честно сказать но возвращаться не хотим хотим доехать до последнего тор показал дорогу говорят 4 километра с леса выехали в поле утра километра осталось заехали а навигатор показывает дороге вообще нету некоторых местах лужи аж по бампер машина уже уходя в двух местах мы переезжали но не знаю описано те один километр 400 метров но вы сами видите где мы едем после 800 метров подъезжаем особо принимаем природную территорию движение любых средств запрещено вот так вот ехали-ехали и куда-то мы приехали мы поднимаемся опять какой-то подъем опять на пониженной каждый где мы находимся никакого озера никакого водохранилища мы вообще не видим дороге можно сказать нету едем там где вообще вот никто не приезжал ты уже давно мне кажется здесь яндекс навигатор пожалуйста приезжай вот направит вас покажет подскажут куда ехать наверное придется разворачиваться на дороге вот смотрите на самом деле просто дорог нету еду потихонечку в спуск подъем диагоналки постоянные то есть некоторых местах у нас грязь есть а так по навигатору приехали юмагузинского дохранилища ехали там где нету дорог вот такая дорога вот как видите ни воды ничего нет яндекс навигатор красавец вот реально красавец короче мы едем просто уже 15 километров по какому полю а навигатор говорит все давай прямо 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 вот мы и приехали кроме нас дорога тут еще недавно дожди прошли в некоторых местах мы проезжали вообще интересно но зато глухом лесу реально глухом подъемы спуски разворачиваемся едем обратно поедем через деревню мы благополучно вернулись потеряли наверное часа полтора час уже должен denis подъехать мы с ним договорились встречаться здесь как раз вот табличка написано юмагузинское водохранилище но навигатор нам нас повел туда уже холодно стало похолодало я как и говорил ночью заявлено около 15-17 градусов тепла пока дениса ждем переодеваемся потеплее стемнеет быстро куда дальше что как сами не знаем все будет по факту так друзья мы уже переоделись и как раз денис у нас подъезжает тебя будем знакомиться мы теперь не одни я думаю нам теперь будет не страшно здорово пацаны я рюна теперь хоть не страшно будет две машины давай еще раз мой сын артем а мы вон туда поехали он будет туда идет двигатель давай поехали а я-то думаю а мы-то тоже проехали там огонь давай еще четыре километра два еще два и мы приехали в тупик и собланы едем и табличка висит запрещено ездить на травку остановили местного человека объяснил вам ту куда ехать туда куда мы ехали там заброшенная территория но мы решили не будем в палаточной останавливаться едем до юмагузинской плотины там смотровая и потом едем на ногу даже как-то внутренне спокойнее нежели мы сыном побывали в лесу где нету ни связи и даже в случае поломки сообщить будет никому а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Первое повышенное включаешь, такое ощущение, что машина просто приклеилась магнитно, представлять не могу тронуться Включаю понижайничку, вот сейчас на понижайничке еду, сейчас мы едем на смотровую площадку Постоянно идет подъем, уже проехали метров 500, как видите булыжники лежат На легковых машинах, вот кто сзади поднимается, но видно, что им тяжело Во-первых, если ей спешки нету, то одно колесо пробуксовывает, потому что подъем приличный И грунт, сами видите какой Смотровую площадку, Ласточкино гнездо называется Смотровая площадка, Ласточкино гнездо Здесь у нас кафе, как мы понимаем Прикольно, да, Тем? Да Эмоции есть, сына? Нормально Ну расскажи, тебе нравится, нет? Да, нравится Тяжело, конечно Необычно все Да, дорога, как говорится, дальняя Я не знаю Вот, и смотрите Вообще супер, просто супер Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Смотровой площадки Решили мы перекусить Потом едем мы на Ногушевское водохранилище Или куда, Ленис? Как думаешь? Давай в ту сторону, тут рядом-то С медведями здесь как-то не хочется, мне кажется Да Таблички везде Потому что везде висят таблички Аккуратней Мишки гуляют Красиво Рекомендуем сюда приехать Ну а мы ужинаем Сейчас мы едем на Ногушевское водохранилище Вот, по карте было написано, что На Ютел не знает эту дорогу Что якобы это пик От Юмагудинского водохранилища До Ногушевского водохранилища Указано, что 12 километров Дорога, в принципе, сухая, но Не очень ровная После гребенки выехали на асфальт И уже осталось тоже 6 километров Уже дорога прям прекрасная Можно ехать смело Приехали мы на Ногушевское водохранилище Спуск и, как видите, впереди уже водица Сейчас будем доедем и будем искать ночлег Населенный пункт Ногушев И заехали в первый ближайший магазин Уточнить, где можно переночевать Сказали, что все гостиницы Или постоялые места Все занято за месяц наперед Поэтому непосредственно подошли мы К местным жителям И уже пошли договариваться о ночлеге Приехали на турбазу «Сказка» Нашли домик Четырехместный, правда 4500 стоит Но пятое место матрас нам надует Денис поехал в соседнее Сейчас уточнит по деньгам Где нам выгоднее будет Может, там будет 5 местный И решим, куда будем заселяться уже Сейчас идем смотреть домик Потому что вокруг, где мы прокопнулись Везде все занято Ну, как и говорили, за месяц вперед У тебя вроде и прохладненько А все занято Прикольно А, это прям друг с дружкой Слушай, а так прикольно, да? Вот этот придумал Ну и еще пятый матрас у вас Короче, топчаны Получается На, на, на Ну да, третий А пятый сюда Прошли, посмотрели домик Вот Ну, как видели, там Ничком надо, да? Ничком, да И мы только первый день знакомы Так близко не можем сразу Да, да Подсказали пару мест Сейчас поедем поищем, да? Да, вдоль берега там Посмотрим Поэтому едем искать Да, мест нету Как бы нам не пришлось туда ехать, да? Да С ребятами И обсуждаем, что атмосфера похожа Как вот Анапа Вот в том году я был Примерно так же Вот музыка играет Смотри, типа Лодочки, корабля Вояж, как вы поняли, что мест нету Сейчас идем Да, вот берег, между прочим И Нагушское водохранилище Форест хаос называется Здесь поспокойнее Суеты такой нету Но самое Да, но суету наводят соседи Единственное Сейчас будут ли для нас места То есть так же Открытые беседки Ребята у нас сидят Что, мест нету Идем искать места дальше Вон впереди Сопровождающий едет А так все везде занято Куда едем Я даже не знаю Нашли мы По объявлению Типа домики Вот он Нагуш То есть прямо на берегу Вот 10 метров Уже Нагуш Домики на 5 человек 5000 рублей То есть с каждого по 1000 рублей Сейчас зайдем с вами То есть здесь как внизу Одна двуспальная кровать И три односпальные кровать Нет, одна двухспальная Да, и три односпальные Вот, а здесь что имеется Это что, кондиционер у вас, да? Кондиционер, зелёные полы А вентиляция? Но с вентиляцией В окна То есть просто приоткрывается Ну вот так, да Так прикольно, конечно Скакай, да? Где мы были в поселке И сейчас приехали А ты вставку сделаешь, да? Как раз вот Ну, я их не снимал Там у нас ситуация была Там пьяная Давай за грудки хватать, как говорится То есть мы остаёмся здесь И с утра у нас запланирован уже Поход в ущелье Да Катерин Да, поэтому всё Остаёмся и отдыхаем Давай! Субтитры сделал DimaTorzok